Привет! У нас 10 лучших песен из видеоигр. Это не хит-парад, составленный бездушными роботами, поэтому не ищите здесь особой объективности. Здесь нет первых и последних мест, все они хороши по-своему. И самое главное, меня интересовала только музыка, написанная или хотя бы заново исполненная специально для игр. Вы не увидите здесь песен известных групп, которые звучат на радиостанциях в играх серии GTA, или в играх Need for Speed. Впрочем, и без них тут есть что послушать. Песня Ori Lost in the Storm из игры Ori The Blind of Forest. Сюжет игры рассказывает нам о волшебном лесе, полных таинственных духов, который живет по своим собственным законам. Ori это листок дерева жизни, лесной дух, которого штормом ветер сорвал с ветки и унес далеко от дома. Упав на землю, листок превратился в очаровательного зверька, чем-то похожего на белоснежного светящегося котенка. В таком виде его и нашла Нару, существо, чем-то похожее на большого неуклюжего медведя, которое стало для Ori приемной матерью. На протяжении игры нас сопровождает весьма мелодичная и красивая музыка, написанная композитором Гарретом Кокером. И одна из самых запоминающихся. Она передает всю трагичную и грустную атмосферу. Вот что я вам скажу. От этой музыки не только будут бегать мурашки по коже, но и слезы по щекам однозначно потекут. Геймеры, которые хотя бы 15 минут поиграли в эту выдающуюся игру, будут с теплотой вспоминать приятную и гармоничную музыку. Песня из игры Bloodborne Как и в любой другой игре от From Software, музыкальное своеобразие Bloodborne определяется не только иногда мрачными, а иногда и яростными музыкальными произведениями, но и эпизодами полного затишья. Именно в эти моменты сердцебиение игрока подскакивает до 200 ударов в минуту, потому что он знает, что в этот момент его ждет атака очередного брутального монстра. Уникальность саундтрека Bloodborne как раз и заключается в этой непредсказуемости. Композиторам удается держать геймеров в постоянном напряжении. Песня из игры Portal Большая часть саундтреков для игры Portal вполне в стиле Ambient Electronic, но финальные субтитры оживляют песенка Still Alive, которую поет Гладус, суперкомпьютер с искусственным интеллектом и самосознанием. Со временем трек стал так популярен, что появился в серии музыкальных видеоигр Rock Band. Ко всему прочему, из песни становится ясно, к чему был этот тортик. Песня из игры Red Dead Redemption Red Dead Redemption не просто одна из лучших видеоигр, которые были созданы за последнее время. Этот шедевр выполнен в кинематографичном стиле, да еще под экспрессивный саундтрек. Речь идет о длинном четырехминутном рейде, который совершает Джон Марстон, пересекая мексиканскую границу в первый раз. В этот момент происходит нечто замечательное. Шумы и бэкграунд плавно сходятся на нет, а их полностью заменяет акустическая вещь Far Away в исполнении Хосе Гонзалеса. Это неожиданный, мощный, тонко прочувствованный создателями момент, намекающий на то, что ждет Марстона впереди. Песня Carry On в исполнении Abagent Sevenfold Из игры второй части Call of Duty Black Ops Песня быстрая и ритмичная, тяжелый рок. Эта песня играет в конце самой игры, демонстрируя саму группу и символ игры. Когда песня играет, нам показывают заставки, геймплей, а также эта песня использовалась в трейлере режима зомби. Музыка из игры Hotline Miami Гениальный симбиоз виртуозного геймплея и дрейвовой музыки. Благодаря ее музыке вы абстрагируетесь от всего внешнего мира, ловите ритм и начинайте свой смертельный танец. Местную музыку приятно добавить в свой плейлист и наслаждаться им в отрыве от игры, прокручивая события игры по тот или иной трек. Песня The Woolstorm в исполнении Эмма Хиддлстон Из игры Ведьмак 3 Дикая охота В третьем Ведьмаке есть огромное множество ярких моментов, но один из самых известных и популярных – пронзительная песня об отношении Геральда и Йеннифер, спета Министрель Присциллой в одной из новиградских таверн. В русской версии ее исполнила актриса Нона Виноградова. Она красиво звучит как и на английском, так и на русском. Путь пальцем проложи Средь шрамов ран суровых Чтоб наши слить пути Судьбе наперекор Песня, звучащая в игре, в пятой части Metal Gear Solid The Phantom Pain Под названием Sins of the Father Является одной из самых мощных произведений когда-либо услышанных в играх. С этой серией игр у меня особые отношения. Впервые песня появилась в трейлере игры 2013 года. Слова для песни написаны Людвигом Форселлом, исполнила Дона Берг. Версия песни была отредактирована для соответствия изображения и темы игры. Песня Still Alive в исполнении Лиза Мисковски из игры Mirror's Edge Песню исполнила шведская поп-рок певица Лиза Мисковски Специально для игры Mirror's Edge Песня и несколько ее ремиксов были показаны в несколько предварительных демонстрациях игры. Впервые появившийся тизер-трейлер, выпущенный 6 мая 2008 года, В ноябре 2008 года был записан музыкальный видеоклип по песне Still Alive, который исполняла Мисковски. Песня такая легкая и мелодичная, что вас так и тянет подбегать к краям зданий и с верой перепрыгивать их. Музыка к игре Skyrim так же массивная и размашиста, как и сама игра. Коммерческая версия колоссальная и уместилась только на 4 дисках. Композитор Джереми Солл использовал мужской хор из 30 человек, а слова песни написали на драконьем наречии. Безумец. Конечно, но только эта большая детализированность на каждом уровне объясняет, почему многие играют в эту игру даже спустя 2 года после ее релиза. А на этом у меня все. Если вы не запомнили название песен или не записали, я добавлю название песен под этим видео. С вами был Зомби Чес. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok